мобильные видеокарты для простого обывателя темный лес когда 3080 на самом деле не 3080 а 3060 может уступать 3070 и вообще этих мобильных rtx 3000 аж 28 штук сегодня мы посмотрим насколько самая мощная мобильная видеокарта 30 серии nvidia уступит своему десктопному собрату разберемся нужна ли вам 2к или 4к матрица даже на 17 дюймовом ноутбуке или вы не увидите разницу с full hd и почему dlss на вашем ноутбуке не работает так как задумано на связи мк погнали разбираться в этих пылесосов на столе у меня самый мощный ноутбук в линейке msi titan gt 77 он настолько мощный что рядом во время тестов все время грелся мой код внутри rtx 3080 ti и хотя видеокарта называется как и десктопная даже в теории она слабей а так сразу и не скажешь ведь тут больше памяти целых 16 гигабайт против 12 у десктопной правда сама память медленнее это gddr 6 а не 6x ядер куда семь с половиной тысяч вместо 10 и частота gpu около гигагерца тогда как у взрослой карточки в полтора раза выше но не это главное основным ограничителем в линейке 8 нм мобильных самсунговских чипов rtx 3000 является именно tgp если в десктопах сторонние производители могут тепловыделение только увеличивать то вот в ноутбуке наоборот nvidia позволяет выбрать теплопакет в очень широком диапазоне случае с 30 80 ти от 80 до 175 ватт а еще технология dynamic boost которая позволяет отбирать часть теплопакета у процессора и передавать его видеокарте в общем как итог мы видим путаницу одна и та же видеокарта имеет дельту мощности вдвое и может дополнительно разгоняться за счет процессора это очень сильно влияет на производительность в тяжелых играх разброс fps может быть двухкратным поэтому частенько доходит до абсурда версия более простой видеокарты с высоким tgp может быть легко на уровне топа с насильственно урезанным аппетитом что интересно новые мобильные rtx 4000 гораздо менее зависимы от теплопакетов видимо тут играет роль использования гораздо более эффективного 4 нм техпроцесса tsmc вкупе с тем же или даже меньшим количеством ядер куда как показывают первые тесты мобильной rtx 4070 даже в тяжелых играх хватает 100 ватт то есть версия на 115 оказывается просто бесполезной если не баловаться разгоном 4050 еще интересней даже снижение теплопакета вдвое со 115 до 65 вызывает падение fps менее чем на 10 процентов что ж круто и зачем нам тогда эти rtx 3000 целесообразность покупки ноутбуков на таких картах диктуется только ценовой политикой до rtx 4060 свежих тяжелых играх будет на 25-30 процентов быстрее предшественницы с тем же tgp но вот и цена за ноутбук тоже будет на 20-30 процентов выше возможно в будущем стоимость лэп топов с rtx 4000 поползет вниз но пока что на их фоне не получается назвать решения с картами предыдущего поколения не интересными а теперь давайте проверим все это на практике у нас тут 3080 ти с максимально доступным теплопакетом 173 ватта быстрее этой карточки среди мобильных ампер просто нет правда в продаже есть уже версия с rtx 4090 но там яхты за полмиллиона что еще раз подтверждает что мобильная rtx 3000 пока рано списывать со счетов так тут еще и мобильный процессор который заставил плакать мой десктопный камень и внес свои коррективы в сравнении карточек 16 ядерный 24 поточный core i9 12 900 hx почти 22 тысячи баллов в мультипотоке сайн бенч в однопотоке это вообще уровень десктопного камня а и 9 в титане обгоняет 12 ядерный райзен 9 5 900 x мой 9 700 ки рядом с этим монстром выпускник детсадовской группы фантазеры и чтобы не перегреть железо такого уровня нужны целые турбины под конец 10 минутного стресс-теста сайн бенча температура процессора около 85 градусов но давайте разгоним этот боинг в блендере 16 ядерник справился с рендерингом сцены класса меньше чем за пять минут при этом в начале теста тепловыделение процессора на пару секунд подскочила выше 175 ватт но тут пришел господин троттлинг и поумерил аппетиты кремниевого кусочка ада и последующие две минуты картинка рендерилась при 95 градусах и 135 ваттах ну а потом вовсе откатилась до 125 ватт и 90 градусов в таком режиме система может работать неограниченно долго что касается итоговых частот то это 38 гигагерца для больших ядер и 31 гигагерц для малых почти на полтора гигагерца больше базовых частот так что даже в жестком тесте ноутбук неплохо использует возможности turbo boost а оперативной памяти у нас 32 гигабайта ddr5 в четырехканальном режиме это позволяет получить 55 60 гигабайт в секунду в тестах аида 64 тот редкий тип лэптопов где внутри четыре разъема под озу что интересно она работает на частоте в 4000 мегагерц это минимум для дидиар 5 по стандарту джедек при этом установленные модули обычный дидиар 5 4 800 в любом случае такая память узким местом точно не станет в заключении давайте прогреем видеокарту супер позишине в 4к со множеством летающих объектов на экране мобильная 3080 ти нагрелась до 78 градусов удерживая 1650 мегагерц это хороший уровень даже по меркам десктопов при этом потребление было 170 ватт то есть близкое к теоретическому максимуму раз в ноутбук мсi поставила 4к матрицу с плотностью в 224 ppi и частотой в 120 герц выбор разрешения с rtx 3080 ти и ай девятым для игр казался мне логичным у нас есть дело с с которая в режиме производительность рендерит изображение в разрешении full hd а тензорная магия nvidia восстанавливает картинку в заветные 4к и все счастливы но во время тестирования появилось ощущение что что-то тут не так fps в нативных 1080p в киберпанке был аж в полтора раза выше чем в 4к сделал сс на производительности хотя теоретически большой разницы по кадрам в секунду быть не должно возможно дело тут в интегрированной графике который выступает буфером между дискреткой и процессором и уже ловили за руку на том что она здорово роняет fps в некоторых случаях но есть ли вообще в этом смысл ставить 4к в играх на ноутбуке пускай даже с диагональю в 17 дюймов нет даже с косяком сделал сс этот ноут отлично тянет игры в 4к мой кот не даст соврать на высоких с rtx он гарри поттер спокойно машет палкой гоняя пауков по лесу а в реквием даже в тяжелых сценах на ультрах с трассировкой можно носиться с ребенком на руках в 40 50 fps но зачем терять заветные кадры в таком разрешении сейчас вы видите сравнение 4к 2к и full hd вы различаете разницу да конечно попробую ее разглядеть на экране смартфона стоя в метро на пережатом ролике youtube а хорошо вот съемка экрана full hd и 4к остановите ролик или если хотите в описании будет ссылка на исходник в нашем телеграме могу сказать что видят мои глаза даже full hd дает четкую картинку и разницу можно разглядеть разве что под лупой да многие сидят на 24 дюймовых мониторах в 1080p и у них все хорошо случае с 17 дюймовым ноутбуком как по мне нет смысла играть в игры в 4к такое высокое разрешение отлично выглядит в самой винде вы прям наслаждаетесь плотностью пикселей в интерфейсе программы браузеров смотрите фильмы видите поры на лице актеров тут еще и 500 кандел яркости еще есть такие люди их называют киберспортсмены они видят больше 120 кадров и стреляют в пиксель чтобы это не значило в этом случае можно смело оставаться в 4к в кс гоу на максимальных настройках получилось больше двухсот кадров то есть и 120 герцовая матрица пригодилась и картинка максимально четко чтобы вы понимали плотность пикселей получается как на современных планшетах в dota 2 в 4к на максималках fps немножко пониже об остроту картинки можно порезаться но играть и от этого лучше не стал ну что товарищи с разрешением определились наш гост full hd давайте протестируем атомное сердце игра вышла на удивление хорошо оптимизированный после современных тайтлов умудряющихся лагать даже на 4080 максимальный атомный пресет графики играем без масштабирования из dlss на качестве можно рубить советских роботов во славу дядюшки ленина с максимально приятными 90 100 fps более того хорошо видно что в некоторых сценах 3080 ти слишком мощная для full hd нагрузка на нее с deal с с слегка проседает даже без шулерства с масштабированием 80 90 комфортных кадров у нас есть при этом что интересно процессор в игре вообще прохлаждается нагрузка около 20 процентов и нагрев в основном ниже 75 градусов пришло время киберпанка игры которая способна на ультрах унизить любую карту вашему вниманию сразу три варианта пресета с трассировкой лучей на ультра full hd dlss на авто dlss в качестве и без масштабирования и тут 3080 ти приятно удивило я не ожидал увидеть больше 140 кадров в секунду на максимальных настройках графики в такой требовательной игре а разгадка проста dlss в авто явно отрабатывает свой хлеб в режиме производительности то есть реальное разрешение рендера смешные пятьсот сорок пи а вот при dlss в качестве fps падает до 75 кадров но это более чем играбельно а вот умное сглаживание вообще отключать я не рекомендую играть при 45 кадрах будет не особо комфортно хотя я если честно какой-то серьезной разницы между качеством и авто не увидел возможно как раз и за 17 дюймовый матрицы с нагревом в игрушках все отлично видеокарты и процессор удерживают идеальный баланс ниже 80 градусов при этом хорошо заметно что процессор загнан в 75 ватт поэтому чем ниже на него нагрузка тем выше частоту он удерживает и разница между дело с авто и с выключенным масштабированием составляет внушительный гигагерц впрочем на геймплей это все равно никак не сказывается теперь давайте закроем вопрос с разницы между десктопной версии видеокарты и мобильной вдвое больше теплопакет на треть больше ядер куда и более быстрая память gddr 6x в бенчмарке superposition в 4к мобильная 3080 ти выбивает одиннадцать с половиной килопопугаев десктопная больше 14 тысяч разница в 25 процентов в более реалистичном 3d mark мобильный топ получил 13 тысяч графических баллов тогда как десктопный больше 19 тут взрослая 3080 ти аж на 50 процентов быстрей и это ожидаемо как уже говорил в начале в rtx 3000 упор всегда идет в теплопакет из-за не самого эффективного 8 нм техпроцесса от samsung а так как разница в теплопакете вдвое очевидно что и разница в производительности оказывается схожей в среднем по попугаям мобильную rtx 3080 ти ай можно сопоставить с десктопной 3070 что по играм помогать десктопной 3080 ти будет мой морщинистый восьми ядерный а и 7 9 700 кей из 2019 года хотя скорее мешать все таки прогресс в мобильных процессорах поражает а и 9 12 900 h x минимум вдвое быстрее моего не самого старого десктопного камня в итоге 9 700 кей оказался недостаточно силен чтобы вытянуть 3080 ти full hd в киберпанке даже на пресете с ультра трассировкой карта грузится на 80 90 процентов и быстрее мобильной версии лишь на 10 15 процентов в харайзоне и того хуже нет ни по fps тут как раз все отлично погонять можно сотни кадров в секунду на обеих карточках с максимальными настройками графики просто разница по бенчмарку оказалось всего восемь процентов чтобы хоть как-то исключить упор в проц переходим в те самые 4к и о боже отключаем dlss в таком режиме даже на средних настройках графики десктопная 3080 ти отрисовывает лишь около 60 кадров в среднем без всякого упора в cpu мобильная карта ощутимо отстает почти на 50 процентов но все еще 40 fps в честном 4к с отличной графикой это хороший уровень впрочем не везде между карточками пропасть по производительности например если в horizon переключиться на 4к то здесь мобильная 3080 ти без проблем отрисовывает абсолютно играбельные 60 кадров в секунду без какого-либо масштабирования десктопная карта быстрее но уже только на 25 процентов опять же без упора в процессор 9700 кей тут способен обсчитать 110 кадров карта лишь 75 в солнечном far cry 6 разница находится где-то посередине между киберпанком и horizon порядка 35 процентов по отрисованным кадрам десктопная 3080 ти тут чувствует себя весьма уютно даже на максимальных настройках графики с полной трассировкой как-никак 60 кадров для одиночного шутеров вполне достаточно мобильная 3080 ти выдает уже 46 fps играть можно но лучше fsr все-таки включить конечно десктопная 3080 ти ощутимо мощнее но и тут нужно отдать должное мсай которые смогли поместить и охладить эквивалент десктопной rtx 3070 в тонком 23 миллиметровом ноутбуке для этого пришлось использовать аж 4 вентилятора 7 тепловых трубок 6 вентиляционных отверстий и специальные термопрокладки с фазовым переходом ну и огромный блок питания на 330 ватт титан можно назвать отличной рабочей станции где и процессор и видеочип работают на все сто процентов я не знаю кто покупает такие ноутбуки но тут все на уровне ssd это двухтерабайтный оемник топового samsung 980 pro разумеется подключенного через четыре линии pci express 4 и если этого вам будет мало внутри есть аж три слота под м2 nvme ssd клавиатура полноценная механика на переключателях черри естественно датчик отпечатков двух с половиной гигабитный ethernet новейший wi-fi 6e 5 различных usb включая пару usb-c стандарт болт слот для sd карт что важно и hdmi с возможностью вывода 8к при 60 герцах встроенный аккумулятор аж на 99 и 9 ватт часов больше просто нельзя по международным правилам не пустят в самолет правда такая царская батарея тут скорее как бесперебойник часа на четыре в браузере два больших динамика могут устроить дискотеку со светом музыкой rgb подсветка тут бьет не только из клавиатуры а даже из кормы естественно все это можно настроить спасибо msi что дали прикоснуться к богатому ссылка на этот титан будет в описании там же ссылки на наш телеграм и вконтакте с интересными новостями на связи был мк меня зовут михаил крошин еще увидимся пока